То есть, если ты, допустим, блюз-рокер, тебе может нравиться, внимание, блюз и внимание... Рок? Да! Максим! Спасибо! Я знал, что ты классный! Спасибо, спасибо! Привет, Игорек! Привет, Макс! В общем, я рад тебя наблюдать в этом прекрасном, уютном месте. Сегодня я хочу с тобой поболтать, поболтать по душам. Может быть, в какой-то степени поменьше связано с твоим творчеством, но просто какие-то есть идеи, которые мне интересно услышать от тебя, так как от уважаемого мною музыканта. Вот скажи, сейчас 2017 год. Мы живем вот в Киеве. Все логично пока что. Закончилась ли золотая эра тяжелой музыки в Украине? Какое время она была для тебя? И когда начался спад? И вообще... Может быть, наоборот. Я просто отошел от дел какое-то время. И может быть, она до сих пор прямо в своем расцвете и так далее. Поправь меня. Ты знаешь, ну вообще я в Киев переехал в 2009. И я даже не могу сказать, застал ли я подъем или спад. То есть я, например, ту же культовую группу Тол вживую видел, по-моему, один раз. Или, может, два. И, конечно, все эти легендарные какие-то концерты. Начало нулевых я не застал. Не говоря уже про какое-нибудь развитие сцены 90-х. Потому что там, откуда я родом, на Донбассе, в 90-х был исключительно экстремальный металл. То есть там были какие-то дезовые команды, грандкоровые команды. И поэтому я обратил свой взор в сторону столицы. И там помог очень сильно ресурс такой не формат.com.ua. Хороший, хороший ресурс. Скажи. И, собственно, по приезду в столицу я окунулся в основном в андеграундную жизнь. Вот в андеграундную тяжелую сцену, мне кажется, сцена как таковая, украинская, тяжелая, всегда была очень сильно разрознена. И есть вот два, даже три четких направления. Первое – это вот старики. И старики, они вот сидят вот в своих вот этих там 90-х. Да, они там играют heavy metal или там какой-нибудь, может, там какой-нибудь олдскульный black metal. И вот они не признают новую музыку. Они вот сидят, они максимально зашорены. Они не хотят идти на контакт. У них своя песочница. В то же время есть другая песочница, которой, наоборот, очень сильно хватает по верхам. Это молодняк. Который вот, допустим, в 2008-м, да, там, в страну пришел Metalcore. Все, всесрочно отрастили челки, заузили штаны. Я помню, в 2009-м, допустим, году я там подписывал рецензии на один отечественный ресурс. И мне просто вот физически было больно от того, что мне, как правило, слали вот эти все группы с этими ужасными безграмотными английскими текстами, с этими одинаковыми структурами песен, где вот злой куплет, сладкий припев, страшный брейкдаун. А куда я писал в комсомольскую правду? Почти. Rock Key of You. О, хороший ресурс. Хороший ресурс. Вот. И я там уже старался из последних сил, чтобы меня потом никто не нашел и не убил за эти рецензии. И есть вот третья интересная прослойка — это Underground, который всегда как-то жил по своим каким-то правилам и особо нигде не светился. И эти группы, на удивление, многие из них сохранили вот живучесть. И они до сих пор могут быть интересны тем, кто с подобной музыкой не сталкивался. То есть вот один хороший такой украинский муз-журналист недавно вот с удивлением отметил, что у нас вот играют, например, постметал в стране. Он описал эту группу как драгобоческий постметал. Я сейчас говорю о ребятах из Octopus Craft. И как-то вот мне показалось, что он как-то с иронией к этому, что ли, отнесся, не знаю. А на самом деле очень любопытный пласт. И вот если в него продолжать копать... Я думаю, сейчас вот все как-то так и продолжает идти в этих трех течениях. Есть старики, есть те, для кого эта музыка не представляет ничего особо важного, поэтому они хватают по верхам. Есть Underground, который всегда зарит в корень, но он как бы ведет свою игру и предпочитает оставаться в тени. То есть, на самом деле, просто как мне кажется, все-таки был какой-то, какая-то, ну, по моему усмотрению, так называемую, ну, не золотая эра, но назовем это массовая посещаемость концертов подобного формата. Потому что есть такой прекрасный человек, Влад Лешенко, он делал много концертов, фестивалей. И вот мне кажется, вот когда я, грубо говоря, заканчивал свое, ну, не увлечение, но активную деятельность, связанную с тяжелой музыкой, посещаемость упала колоссально. То есть, если раньше приходили на концерты, знаешь, там от 500 до 1000 человек, и это не были фестивали, это были опять-таки привозные команды. Несмотря на то, что подполье это или какие-то молодняковые форматы, олдскул мы не берем, потому что мы слишком молодые с тобой для этого, то какой-то момент, наверное, где-то с 2009-го, 2010-го все-таки как-то это пошло на спад. И вот рок-музыка, мне кажется, которая преследует более-менее актуальность, какую-то тонационность и так далее, она все-таки посещаемостью упала, там до отметки, наверное, 300-200 человек. Как ты думаешь, какие факторы могли на это повлиять? Ну, вот видишь, я это все застал в 2009-м году, когда вот уже подъехал в Киев, это вы здесь столичные, зажравшиеся. А для меня тогда вот эта посещаемость, о которой ты говоришь 500 человек, 1000 человек, мне это просто в голову не приходит, потому что, чтобы ты понимал, на первых концертах Stone Jesus, ну, то есть успех — это когда 50 человек приходило, а не 30, а вот эти страшные цифры, о которых ты говоришь, я думаю, в первую очередь это связано с финансовым моментом, потому что в 2008-м бахнул кризис, и я тогда помню, как раз поступал в Киев на магистратуру, и я вписывался у такого прекрасного человека, Олег Корниенко, даркмян в простонародье, он там организовал Думовый Киев фестиваль, делал кучу привозных концертов, и помню, мы даже когда-то со Stone Jesus играли вот на одном из Думовый Киев, это, по-моему, был наш третий концерт, like ever, и хедлайнила группа «Скептицизм» из Финляндии, и Олег, по-моему, тогда влетел на 2000 долларов. Но на те времена это было не супер космическая сумма, или это уже перевалившая? Это 2009-й, это уже не 5 гривен, и я думаю, это один из основных моментов, из-за которых, собственно, люди перестали ходить на концерты, организаторы перестали привозить новые группы, но в какой-то мере, видишь, это дало толчок андеграунду тому же, для того, чтобы развиваться, потому что 2011 год, например, в срезе психоделической тяжелой украинской сцены, это год возникновения таких команд, как Этериал Рифиан, это год возникновения сам Лехт Клаб, это первые, допустим, репетиции и выступления группы «Бомж». Вот, это вот какая-то тусовка, которая стала гораздо активнее, сплоченнее и друж-дружкой общаться. Сначала банально из-за того, что, ну все, ребят, Филан Сельма не приедет, давайте сами, короче, выращивайтесь у себя дома, да. Давайте вместе соберемся в одного Филан Сельма. Вот, и поэтому для меня как-то гораздо более позитивнее наблюдать за тем, как это все опять снова выходит на уровень каких-то вот 200 человек, 300 человек. Для меня это, наоборот, очень позитивный момент, и мне, видишь, не к чему возвращаться, мне не с чем сравнивать. Вот ты вспомнил «Дум овер Киев». Да. Скажи, как сейчас обстоят дела с фестивалями в Киеве? Вот из ближайших, что будет, из того, что было, что тебе реально запомнилось на основе отечественных команд. Угу. Ну вот, да, тот же «Дум овер Киев» или, допустим, «Робуст Фест», который делают ребята из «Робуст Фэллоу», они более направлены на западные команды. И в этом как бы нет ничего предосудительного, потому что, наоборот, сейчас в кои-то веки появляется снова ситуация, когда можно эти команды привозить, и мы это можем позволить себе финансово, как и зрители, так и как организаторы. Мы в данном случае это такой вот общий разум, такой коллективный. Вот. И это, конечно, позитивно очень сказывается на том же, допустим, концертном рынке отечественном, но гораздо интереснее наблюдать за тем, что происходит с отечественными командами. И вот говоря о фестивалях, собственно, я и, опять-таки, тот же Влад Ляшенко, как, допустим, наш менеджер, Джизесовский, мы в свое время замутили вот такой интересный фестиваль под названием «Винтермасс». И изначально идея была в том, что там участвуют только отечественные команды. И самый первый «Винтермасс» он проходил в январе 2014-го, и это было очень такое, ну, все помнят, это было неприятное и тяжелое и сложное время, и многие даже думали, что фестиваль будет отменяться, но мы как раз наставили на том, что это фестиваль единения, это фестиваль как бы празднования того, что мы можем предложить, какие у нас есть прекрасные банды, которые, допустим, работают в срезе вот той самой психоделической тяжелой музыки, да, тот самый андеграунд. И вот несмотря на такие страшные события вокруг, мы собрали почти 200 человек в «Бинго» было 200 человек, фестиваль прошел просто с фурором, и на следующий год так получилось, что у нас набралось 6 групп других, которые при этом ни одна из них не играла на предыдущем «Винтермассе». И на третий «Винтермасс» мы повторились, по-моему, только по одной группе из двух предыдущих, и вот сейчас четвертый «Винтермасс», и мы опять там снова не повторяемся. То есть, понимаешь, каждый год получается, что ты имеешь столько групп, тебе приходится отсеивать, тебе приходится выбирать, тебе приходится людям отказывать, извиняться и говорить, извините, давайте, наверное, в следующий раз. Первый фестиваль в какой-то мере привлек людей, потому что там были, допустим, «Стоны Джизос» или «Вульверайн Блюз», которые тогда были очень на слуху, то на следующие фестивали народ уже больше шел как на бренд. Вот, ты говоришь, появляется постоянно большое количество новых команд. Давай только честно, насколько уровень этого контента конкурентоспособен и сравним с европейским? Если брать отстраненность от того, что, в принципе, какого-то вау-эффекта, что здесь вау, наконец-то заиграли на какой-то серф-фрок… Понимаю, понимаю. Как вообще? Вот от этого момента очень сложно отойти, потому что, допустим, до всех страшных событий трехлетней давности, в принципе, было вот такое ощущение, что «О боже, ну наконец-то у нас играют!» Вставьте название жанра. И ты давал этой группе аванс только потому, что они вот это играют. То теперь это не канает, потому что довольно большая конкуренция и недостаточно просто хорошо слезать западную группу. Нужно немного показать то, что умеешь ты. Нужно играть хорошо. Нужно понимать, нужно ощущать себя вот в контексте украинской этой современной музыки и понимать, например, что если ты хорошо слежишь Iron Maiden, то кому это нужно в 2017 году? Ну да. Потому что даже самые отъявленные фанаты Iron Maiden, они, скорее всего, будут слушать Iron Maiden, потому что они фанаты Iron Maiden. Поэтому на данном этапе очень много групп, которые появляются и которые действительно способны затмить западный контент. Я сейчас абсолютно честно говорю, без всяких привязок к кумовству, к кентовству и к тому, как мы называли вау-эффекты, к тому, что «О, наконец-то у нас это заиграли!» Например, в этом ноябре мы поехали в очередной европейский тур и с нами за компанию ездили харьковчане 546. Прекрасные ребята, которые играют очень интересную такую смесь из… Там очень много есть от Сиэтла, от альтернативного рока 90-х, и в то же время там очень много чисто проговых фишек в духе, там, допустим, Тул или Мастодон. И при этом я сейчас знаю, что основные авторы в группе очень жестко висят на пост-хардкоре, типа там, Эдзе Драйвинг, на старом. Поэтому это по-любому повлияет на их дальнейший санграйтинг. То есть там все очень интересно должно быть. И мне всегда казалось, что эта группа вот одна такая, больше нет таких групп. И мне почему-то думалось, что это, наверное, мне так кажется. Я слишком глубоко копаю, и вот они мои друзья, поэтому я слежу за их развитием. Я, наверное, слишком сильно ими проникся. На самом деле не все так вот оригинально. И в то же время в каждом городе к нам подходили десятки людей, которые говорили, «Вау, эта банд, которую ты имеешь с тобой на тур, это так круто!» Ну, может, не на таком хорошем английском. Особенно в Абухове, да? Нет, это была Венгрия, Германия, Италия, Сербия и что-то еще. Я сейчас на вскидку не вспомню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну, может быть, тогда возможно ли вообще схема популяризации в обход вот какой-то прямой коммуникации, постоянной работе в социальных сетях, знаешь, как там в поп-музыке постоянный кавер на своем YouTube-канале и так далее? Я не делал, но может быть. Возможен ли обход этой ситуации? Может быть, не хватает какой-то революционности командам, которые здесь? И если не хватает, то почему не хватает? Вроде вот мы общались недавно с Сергеем Любинским, Кнопом, и он показывал, я постоянно, когда я прихожу к нему на студию, я спрашиваю, Серега, есть вот новые команды, которые действительно интересны, которые могут быть инновационные, может быть революционные и так далее? Он говорит, нет. И вот поставил команду недавно, и знаешь, было ощущение, как будто это вот просто супероткат там в 2004-2003, и вроде люди живут в Киеве, но такое ощущение, что они ограждены каким-то информационным пузырем своим и вот не выходят. Что нужно музыканту для того, чтобы, может быть, наработать какой-то скилл инновационности? Ты вот сейчас хорошо меня за шкирку вернул в реальность. Пам-пам. Да, потому что я тебе рассказываю про 5R6, про Самолет Клаб, про каких-то... Да, да. Ребят, которые вроде как, с одной стороны, и мои кенты, но в то же время я понимаю, что у них действительно очень сильный музыкальный материал, и они конкурентоспособны. И это понимают не только они, потому что те же Сомали вот уже откатали несколько европейских клубов, туров, и ими интересуются и зарубежные фестивали, и зарубежные лейблы. То есть по таким группам видно, что вот все хорошо. Или, допустим, та же Запаска, которая катает по Восточной Европе, да? Вот. Или я уже не буду говорить про Даху Браху, которая не вылезает из тех самых туров. А на самом деле это ведь ничтожно малый такой процент исполнителей, а на самом деле очень много исполнителей вот застряли в каких-то вот этих жанрах и срезах, и до сих пор надеются, что когда-нибудь вернется мода там на тот же Metal Core. А мне кажется, они даже не думают об этом. Вот ты как бы сам отвечаешь на свой вопрос. Мне кажется, что они просто не занимаются своим развитием как слушатели. Это вот одна из моих любимых тем, о том, что Чукча должен быть не только писателем, но и читателем. И если вот Чукча единожды для себя избрал какую-то музыку, допустим, там, не знаю, блюз-рок, ему хочется быть Джимми Пейджем и Робертом Плантом в одном лице, ему хочется в 2017 году в Украине играть блюз-рок и быть очень-очень популярным, то он должен понимать, что, возможно, ему придется пойти на какие-то компромиссы, что прекрасно сделали априори блюз-роковые Black Keys, которые теперь играют по стадионам, допустим, да? Или та же психоделическая Тайм-Импала, которая сейчас с Кевин Паркер сотрудничает с Рианой. С Ланни Гагой. То есть все у ребят хорошо. При том, что как бы, ну, мы понимаем. Вот. И получается, что люди не занимаются своим воспитанием как музыканта. Они не занимаются своим воспитанием как меломана. Они думают, что вот это вот единожды накопленное знание его достаточно. Но посмотрите на атлетов. Если он раз себе накачал банки, он же не может всю жизнь поднимать штанги, ему нужно постоянно заниматься своей физической формой. Так почему не заниматься тем же самым в разрезе музыкальной формы? Почему не сидеть на форумах? Окей, хорошо. Форумы — это 2010 год. Хорошо. Почему не подписаться на какие-то ведущие медиа по музыке? Почему не попробовать слушать больше музыки разнообразной? Окей, у тебя есть определенные вкусы. Это здорово. Но ты же, например, сам знаешь, что эти вкусы могут быть разными. То есть, если ты, допустим, блюз-рокер, тебе может нравиться внимание блюз и внимание... Рок? Да! Вау! Максим! Я знал, что ты классный. Спасибо, спасибо. Слушай, еще такой тоже назрел вопрос. Вот многие команды отсюда, они пытаются зайти на иностранный рынок, но при этом очень мало уделяют составляющей текстовой. И вообще, в принципе, мне кажется, большинство команд, которые здесь работают, играют тяжелую музыку, они в принципе не понимают смысл текстового наполнения. И, может быть, как ты считаешь, потеряла ли рок-музыка за последние там десятилетия, превратилась, точнее, из вот какого-то протестного движения в какой-то развлекательный контент? Если брать команды, которые на пике, допустим, здесь, украиноязычные, ориентированные на локальную сцену, нету какого-то духа, что ли, знаешь, в хип-хопе происходит больше какого-то протеста, чем в роке сейчас. С чем это связано? И сколько времени и какой процент работы ты уделяешь именно текстовой составляющей своих песен? Ну вот мы сейчас как раз работаем со Сталом Джиз над новыми треками, и сейчас происходит интересный момент. Когда мы их играем, и текстов, понятное дело, еще нету, я стараюсь петь какую-то рыбу, но в то же время я стараюсь осознанно уже петь то, что я бы хотел услышать вот в этой песне, то есть эмоции, которые я бы хотел от них получить. То есть мы сейчас работаем... Это лично твои эмоции? Да, да, да. То есть мы сейчас работаем так, как должны работать все нормальные музыканты. Потому что, например, если взять нашу тяжелую сцену, которая пишет тексты на английском, это, как правило, происходит, то есть человек приходит домой, садится, открывает несколько словарей, сначала пишет текст на русском, потом садится и переводит. И это, конечно, получается надмозг, есть такое выражение, знаешь, когда происходят переводы, допустим, в фильмах, то есть, например, есть такой фильм о вампирах Джона Карпентера Near Dark. Я помню, смотрел ее вот в переводе Гаврилова, и его там перевели как «Почти полная тьма». Когда я писал первые тексты для Джизуса, вот этот мемес «Почти полная тьма», он у меня вот характер... Если я вот наблюдал какую-то строчку, которая вот почти полная тьма, я думал, нет, нет, это не годится вообще не туда. И более того, это я еще садился и писал. А сейчас я стараюсь, чтобы текст рождался по ходу процесса, потому что мне его потом петь. И если я его не могу спеть сейчас, когда я придумываю песню, как я его смогу петь? Для кого? И что я буду при этом чувствовать? И мне кажется, это вот серьезный момент, который многие группы упускают. Но при этом тексты не должны быть каким-то бонусом вот к классному рефаку. Я придумал классный рефак, и тут Вася что-то наговори, и у нас будет песня. Нет. Как раз вот, когда ты выходишь на международный уровень, там это не работает вообще. Потому что есть очень много людей, которые уделяют внимание текстам, как бы это глупо не звучало. И вот это вот косплей, связанный даже с таким, казалось бы, когда-то чистым и ярким жанром, как хардкор, он проникает, естественно, во все остальные подвиды рок-музыки тоже. И если мы это еще и помножим на вот эту меломанскую необразованность, на неумение писать тексты, на непонимание того, куда твоя музыка приткнется в 2017-м на минуточку году, то это все создает не самую приятную ситуацию. И вот посреди такой ситуации группы, которые действительно вот именно с толком, с чувством, с расстановкой, за этим всем следят, стремятся, чтобы их музыка была со всех сторон прекрасна, такие группы, конечно, вызывают просто лютое восхищение. Но ты видишь для себя какую-то крайнюю точку по творчеству того же Stone of Jesus? А, то есть там собрали Уэмбли, все. Ну, грубо говоря, да? Нет. Потому что всегда хочется большего. И это настолько в человеческой натуре заложено, что... Ну вот, например, могу привести такой пример, что летом мы отыграли на Hellfest. Первая украинская группа, которая сыграла на Hellfest. И вот было столько восторгов, и мы потусили за бэкстейджем с кучей групп. Тогда же ОКоннелли не выступали там? Там нет фолксцены. Вот. И, значит, потусили с кучей групп, с кучей музыкантов. И ты прилетаешь домой с Hellfest, и ты понимаешь, что все, эта страница закрыта в твоей жизни. Нужно идти дальше. Или вот у меня когда-то была мечта сыграть на Road Burnie. Помнишь, да? Да, конечно. Он до сих пор происходит. Они сейчас немножко поменяли профиль. Они сейчас более хипстерски металлевые. Там играют Death Heaven в этом году. Вау. Там играют волки в тронном зале. То есть, да, вот так. Стиль. А сейчас, знаешь, как-то мои мечты и наши возможности как группы, они потихоньку вот как-то сходятся и приближаются к одной какой-то точке, из которой они потом будут стремиться ввысь. Говоря о том же Road Burnie, я теперь, например, понимаю, что мы со стороны Jesus просто туда пока не вписываемся. Мы пока еще недостаточно крутые, чтобы его хедлайнить, а играть где-то на малой сцене я уже не хочу, понимаешь? Поэтому очень круто, когда у тебя нет какой-то крайней точки, у тебя нет мечты там собрать Вембли или потурить с Мастодон или там выпустить альбом на Road Runner. Нету такого. Ты просто смотришь, что происходит, потому что ты уже знаешь, что жизнь тебе может подкинуть. И ты знаешь, что вчерашний челлендж может оказаться сегодняшней реальностью. и тебе уже неинтересно. Это прикольно, это круто, оно случилось, но ты всегда идешь дальше. Мастодон. Мастодон. Субтитры сделал DimaTorzok